Как-то надо волю к победе, что ли, за собственное творчество, наверное, быть какой-то, гордость должна быть. Пятый фестиваль «Верокс» можно считать открытым. Главный организатор и идейный вдохновитель, лидер группы «Муми» троллей Илья Логутенко дал старт рок-фестивалю на пресс-конференции. «Верокс» уже перерос формат просто музыкального форума с лекциями. Он стал, по словам куратора, мультикультурной площадкой, где теперь есть место спорту, кино и даже современной гастрономии. Мы приняли решение, что, чтобы фестиваль жить, он может быть только абсолютно бесплатным. Соответственно, с этим корректировка и участников. То есть, с одной стороны, да, мы избегаем каких-то популярных и известных имен, которые, соответственно, требуют к себе большего финансового внимания. Зато мы получаем энтузиастов и в хорошем смысле авантюристов своего дела. В прошлом году «Верокс» получил специальную премию за высокий вклад в формирование событийного туризма. Ведь сотни музыкантов вместе с техническими работниками, гримерами и продюсерами, сотни зрителей и организаторов приезжают в приморскую столицу каждый год. В этот раз звезды сошлись, открыли тестовый режим электронной визы. То есть, в принципе, если сегодня кто-то соберется из Японии, потому что я помню, Япония была в этом списке, то, в принципе, к последнему дню фестиваля, шестого, теоретически, они могут в воскресенье въехать. Ну что ж, будем надеяться. Вот видите, уже есть повод провести шестой фестиваль. Особым вниманием Илья Логутенко отметил местную группу «Старкардиган». Ведь именно они, благодаря собственным усилиям, буквально покорили наших азиатских гостей. Налаживать контакт с другими регионами и странами усилиями нашего поколения остается одной из главных задач «Верокса». В данном случае, я думаю, эксперимент пятилетний удался как такой пример и для других регионов. То есть, по сути, музыкальная конференция, где сочетаются деловые аспекты и творческие, случилась впервые в России, во Владивостоке. Юбилейным в этом году стал не только фестиваль, но и альбом у метролля «Морская». 20 лет исполняются самые популярные пластинки. В честь этого концерт «Морская 2.0». В программу вошли все старые песни альбома, а также новые бонус-треки. Фееричности добавит уникальное световое шоу и выступление на разогреве Грэма Кенди, музыканта с пронзительным вокалом из Новой Зеландии. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.